Сотрудники ГИМС обеспокоены ростом числа происшествий на водных объектах округа. На прошлой неделе на Чукотке произошло сразу два случая и оба с летальным исходом. Спасатели призывают всех жителей региона соблюдать меры безопасности и не рисковать собственной жизнью. Тем временем, всего с начала лета на водных объектах Чукотки зарегистрировано пять происшествий. Во всех случаях погибли люди. Сразу два трагичных случая на воде произошли на Чукотке на минувшей неделе. Первое происшествие случилось в районе 8-го причала Анадрского лимана. По словам очевидцев, молодой человек прыгнул с конвейерной угольной ленты в воду. Выплыть ему не удалось. Спасателями были организованы поиски. Тело мужчины до сих пор не найдено. Второй случай произошел в Чукотском районе. В субботу 16 июля на термальных источниках, которые находятся в 28 километрах от села Лаврентия, погиб несовершеннолетний подросток. По предварительной версии следствия, 15-летняя девочка ударилась головой о дно, нырнув в водоем с высоты. По факту гибели организованы доследственные проверки. Несмотря на предпринимаемые меры работниками Центра ГИМС о проведении просветительской работе по мерам безопасности людей на водных объектах, увеличение патрулирования и занятий с детками, с населением, все-таки прошлая неделя нам принесла гибель еще двух людей на территории Чукотского автономного округа. Данные происшествия произошли по невнимательности и безобеспеченности самих граждан. Лоренские горячие ключи – это популярное место отдыха, которое открыто для всех желающих. Но оно не оборудовано должным образом, считают инспекторы ГИМС. Нет знаков «нырять запрещено», стендов о том, как вести себя на водных объектах. Это касается и других водоемов Чукотки. На территории Чукотского автономного округа отсутствуют пляжи, специально отведенные места для купания. Это связано в связи с климатическими условиями нашего региона. Вода наша очень холодная, для неподготовленного человека практически минута-две-три и можно прийти к летальному исходу. Всего с начала лета на Чукотке зарегистрировано пять происшествий на воде. Все они с летальным исходом. Одна из основных причин, как говорят спасатели, пренебрежение правилами безопасности и человеческая халатность. Сотрудники ГИМС регулярно проводят профилактическую работу с населением, разъяснительные занятия с детьми, напоминая про правила поведения на водных объектах. В очередной раз спасатели призывают всех жителей региона соблюдать меры безопасности и не рисковать собственной жизнью, так как природа Чукотки не прощает ошибок. Анастасия Матросова, Ярослав Сертун, Вести Чукотка.